Андрей Полтовец вышел на свободу. В мае 2008-го он пьяным выехал на трамвайную остановку на улице Полтавский шлях. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых двое детей и беременная женщина. Досрочно освободившись из тюрьмы, Полтовец снова сел за руль в нетрезвом состоянии. Статья, которая инкрименовалась Полтавцу, это не выполнение решения суду. Как вы знаете, за решением суду его присудили не только 10 лет избавления воли, а еще и 3 лет забороны керувания транспортными средствами. Самую эту часть вырока он не выполнил. Фемида лишила Полтавца свободы на 2 года 9 месяцев. Но апелляционный суд смягчил приговор райсуда и назначил наказание 2 года ограничения свободы. Позбавление воли – это перебивание в тюрьме, а ограничение воли – это перебивание в так званых поселениях. После начала отбывания наказания в Хролевском исправительном центре осужденный обратился в суд с ходатайством о применении к нему закона Украины про амнистию. Суд удовлетворил ходатайство. Прокуратура не согласилась с решением апелляционной инстанции и обратилась к кассации. Мы надеемся, мы требуем рассмотреть вопросы про скасование решения апелляционной инстанции и повторный рассмотрение этой справы. Единственная выжившая в ДТП Татьяна Сычинская рассказывает о том, что запечатлела ее память. Огромная машина летит на трамвайную остановку. Не страх, а удивление. И сразу же темнота. Потом небо, какие-то люди. А тело словно свинцовое. Очень тяжело. Морально по сей день. Вроде бы это вчера произошло. Даже прошло 10 лет, я это все помню. Понимаете, это нельзя забыть. Шрамы на травмированной в аварии ноге – это лишь визуальное напоминание происшествий. Гораздо сложнее, по словам Татьяны, с психикой. Я постоянно в страхе. Я постоянно вот где-то что-то... Меня очень это пугает. Я даже если я сажусь сама в машину рядом, вот кто-то водитель, я боюсь, чтобы он не быстро ехал. Чтобы навстречу не ехала быстро машина встречная. У меня постоянный страх. Сегодня Андрей Полтовец на свободе. Приговором суда за смертельное ДТП, кроме срока отбывания наказания, был еще трехлетний после освобождения запрет на вождение автомобиля. Досрочно Андрей Полтовец освободился в 2015 году. Сейчас 2018 год. Так что вполне возможно на законных основаниях Андрей Полтовец может находиться, к примеру, в этом потоке машин. Так что берегите себя. Павел Велицкий, медиагруппа «Объектив». Подозреваемая Ольга Котова плачет и просит прощения у родителей погибшего Андрея Бессонова. 6 июля в центре Харькова женщина на своем внедорожнике сбила насмерть 19-летнего мотогонщика, который ехал на велосипеде. Парня забрала скорая, но спасти его не удалось. Да, я виновата. У меня ребенок оказался под колесами. Я виновата. Но я никуда не убегала, не пряталась. У меня было две скорые. Мне вызывали посторонние люди. Мне предлагали забрать. Я не уехала ни в больницу, никуда. Родители погибшего Андрея Бессонова не могут простить женщине гибель их сына. Я потерял 20 лет смысла своей жизни. Я хотел бы, чтобы эта убийца отдала мне своих детей. И чтобы они пробежали тоже 10 тысяч километров кросса, 100 километров велопробега каждый день, каждое утро в 6 часов утра. Сегодня в Киевском райсуде женщине избирают меру пресечения. Прокуратура просит взять ее под стражу. Женщина загинула людина. И мы считаем, что почти все риски, которые выяснены в Криминальном процессуальном кодексе Украины, могут быть присутствием в этом криминальном проведении. В частности, возможность переховываться от следствия, возможность впливать на свидетельств, на потерпелых. Ольгу Котову доставили в суд на скорой. У женщины уже было два инфаркта. Кроме того, подозреваемый сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца. Поэтому Котова просит назначить ей домашний арест. Извучивая позицию защиты, Котова Ольга Александровна признает вину, чистосердечно раскаивается. Об этом она сегодня дала показания следователю в моем присутствии. И она готова нести наказание, готова участвовать в судебных рассмотрениях. Она готова компенсировать моральный и материальный ущерб потерпевшим. Она лежит ей плохо. У нее сейчас сахар. Ольгу Котову взяли под стражу на 60 дней без права внести залог. Юлия Белая, Александр Логутин, Медиагруппа «Объектив». Активисты встречали Татьяну Цибульник возле чернозаводского райсуда с золотыми лабутинами и музыкой. Однако чиновница так и не явилась. По словам ее адвоката, женщине не здоровится. Главу Новобаварского района Татьяну Цибульник подозревают во внесении недостоверных данных декларации. Чиновница не указала украшения на сумму в 600 тысяч гривен. Гособвинение требует круглосуточного домашнего ареста и отстранения от исполнения служебных обязанностей. Однако уже во второй раз судья не может рассмотреть ходатайство прокуратуры. Первое слушание не состоялось из-за отсутствия защиты Цибульник. Сегодня же в суд не явилась сама глава Новобаварского района. Адвокат Юлия Плетнева объясняет, подзащитная переживала из-за заседания, и у нее случился гипертонический криз. Женщина в третьей больнице. Доказательства больничного предоставлены в зал судебного заседания. И данные доказательства подтверждают наличие уважительной причины неявки в судебное заседание. Активисты, пришедшие на заседание, сомневаются в болезни чиновницы. Если человек, глава Новобаварского района попадает в больницу Новобаварского района, то это вызывает вопросы, потому что, тем более перед судом, когда ее могут отстранить от должности, временно, как обеспечительная мера, то возникают, скажем так, подозрения о том, что это не совсем просто так, такая политическая болезнь, скорее, чем физическая. Ну, может быть, и действительно в нее случился приступ. Слушание перенесли на 20 июля. Первым будет рассматривать ходатайство о мере пресечения после отстранения от должности. Юлия Абойко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Вы ко мне домой приехали, в мой лес. Сюда, я здесь живу. Это лес государственного. Какой государственный? Я здесь живу, я здесь гуляю. В поселке Высокий конфликт из-за вырубки деревьев на территории Бабаевского лесничества. Местные жители выступают против сноса дубов и кленов. Они не берут то, что упало, они берут то, что стоит денег. Люди просто хотят, чтобы они здесь не работали. Местная жительница Людмила Тарасенко рассказывает. Когда увидели, что из лесу вывозят деревья, сразу же начали препятствовать этому. В течение недели провели несколько акций протеста. Активисты утверждают, лесничи уничтожают живые деревья. Нас сейчас водят по лесу лесники, пытаются показать какие-то метки на деревьях, которые должны быть. Их нет. Они нас отводят от трубки, чтобы мы не увидели деревья молодые, которые срублены. Несколько раз местные жители вызывали полицию. Те отвечали, что с документами всё в порядке и уезжали. Сотрудники лесничества объясняют, если верхушка дерева сухая, то оно уже считается мёртвым. В копиях документов указано, что под санитарную вырубку подпадают 90 мёртвых и заражённых деревьев. Комиссия в составе мастер леса, кто-то представитель лесхоза, лесники идут и считают каждое это дерево. Больное. Больное, усохшее, упавшее. Считают диаметр и каждое дерево заносится в это. Экола коллег Перегон подчёркивает, в большинстве случаев лесничие делают выводы о состоянии деревьев без лабораторных исследований. К сожалению, до сих пор нам не удаётся добиться, что в масштабах государства, в Харьковской области, именно выводы фотосанитарной инспекции шли в основу решений о санитарных вырубках или наоборот о каких-то других мероприятиях. А лесное ведомство само внутри себя решает, кому жить и кому умирать. Старший мастер леса Виктор Ломакин сетует, что из-за протестующих они не могут выполнять свою работу. Сначала, рассказывает мужчина, активисты выбили окно в грузовике, на котором возили деревья, а позже и сам попал под раздачу. Местные жители начинали спускать двух ротвейлеров, собак, на нас. И в один день сбитый один местный житель, присутствующий здесь, выбегал сбитый. Они делаются, выполняют по закону свою работу. Мы живём счастливо в этом лесу. Всё, какие вопросы. Мы от них всего лишь просим, чтобы они в соответствии не делали там, где им удобно заехать, выпилить, увезти безотчётно. Мы хотим, чтобы это было всё в рамках закона. Олег Перегон считает, что ошибка лесного ведомства в том, что оно не контактирует с местными жителями. При масштабных санитарных вырубках, говорит эколог, лесхоз обязан советоваться с людьми и проводить общественные слушания. Анна Шевченко, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив». Захватчику Курпочты Владимиру Безуху огласили обвинительный акт. В ходе допроса мужчина признал, что удерживал заложников, но не согласился с обвинением в хранении наркотиков. Также Безуху продлили меру пресечения. Он будет оставаться в СИЗО ещё два месяца. Напомним, мужчина захватил почтовое отделение на улице Шевченко вместе с сотрудниками и посетителями 30 декабря. Каких-либо чётких требований не выдвигал, но грозился подорвать взрывчатку, которая на самом деле была муляжом. Вначале Безух сам отпустил нескольких человек, после чего его задержали силовики, не без участия оставшихся заложников. Мужчина объяснял, что захватил отделение для пиара. А мать Безуха заявляла, что у её сына проблемы с психикой. Экспертиза признала мужчину вменяемым. Без стеклянных перегородок и переговорных устройств. В Харькове стартовала пилотная программа пенитенциарной службы. Теперь краткосрочные свидания осуждённых с родственниками будут проходить в новом формате по европейскому образцу. Если Харьковский проект окажется удачным, то новшества распространят по всей Украине. Материальная база уже подготовлена для этого, а нам нужен был пилотный проект. Нередко бывает, что мы что-то внедряли мгновенно везде. Мы получили пилотный проект, он у нас состоялся. Мы уже проводим эти свидания и уже мы внесли законодательную базу. Комната краткосрочных свиданий старого образца – это помещение, разделённое перегородками на 10 кабин. Общаться с посетителем осуждённый может только с помощью специального телефона, а видеть друг друга приходится через толстое стекло и решётку. Обнять ближайших родственников, супругов, детей и родителей можно только во время длительного свидания. Длительное свидание предоставляется от суток до трёх раз в два месяца. Для тех, кто проживает в видны церей социализации, осуждённый, который содержится в участке усиленного контроля, им предоставляется раз в три месяца тоже длительное. По кратким свиданиям раз в месяц от двух до четырёх часов. Эксперимент пенитенциариев – это личная встреча именно во время свидания, рассчитанного всего на несколько часов. В Диканёвской колонии оборудовали специальную комнату с мягким диваном, небольшим столиком и даже занавесками. Такой формат предусмотрен как поощрение для осуждённых, например, за хорошее поведение. Совершил кражу. Снял колёса с автомобиля. Посадили. Сижу. Год сижу, дали четыре года. Осталось три. Надеюсь, может, по УДО выйду. Осуждённого Алексея приехала навестить супруга. Женщина на девятом месяце беременности. Говорит, краткосрочным свиданием в новом формате очень довольна. То, что в комнате во время встречи находится ещё и охранник с видеокамерой на груди, её совершенно не смущает. Главное, что есть возможность лишний раз обнять мужа. Стекла нету, нету ни ограничений. Можно его пощупать, потрогать, почувствовать тепло, любовь, заботу, понимаете. Но за стеклом это совсем не то, что наяву сейчас. Можно и хорошо пообщаться, нормально. Вот когда за стеклом, такое ощущение, что он как приглада какая-то есть. Хоть и находятся в Диканёвской колонии только преступники, впервые попавшие за решётку, камеры видеонаблюдения есть везде. Потому что среди заключённых не только воры и грабители, но и убийцы. Перед свиданиями любого типа и формата гостей тщательно досматривают и сканируют металлоискателем. Люди, которые пытаются что-то пронести, они, когда примерно доходишь до того места, где что-то может находиться, они начинают немножко нервничать, немножко не так себя ведут. Но это бывает очень часто заметно. На безопасность, заверяют в учреждении, пилотный проект отрицательно не повлияет. А вот новый формат краткосрочных свиданий должен помочь осуждённым снять эмоциональное напряжение. Кроме того, дополнительное финансирование для внедрения программы по всей Украине не понадобится. В каждой колонии есть собственные действующие производства. Потому, подсчитали пенитенциарии, обустроить подобные комнаты ведомства смогут за собственный счёт. Лана Семёнова, Медиагруппа «Объектив». Руководитель Харьковской области Юлия Светличная провела личный приём на заводе «ФЭТ». К ней обратились 26 человек. Это сотрудники государственного и частного предприятия «ФЭТ», а также госпредприятия «Харьковское агрегатное конструкторское бюро». Люди хотели получить ответы на вопросы в жилищно-коммунальной сфере, здравоохранении и социальной защите. Больше всего обращений касались лечения и оздоровления. Сотрудник отдела техконтроля завода «ФЭТ» Ольга Курбанова имеет группу инвалидности. Женщине нужны деньги на проведение операции. Астмы уже лет 15, а полипы я уже третий раз буду удалять. Поэтому не знаю, как получится, потому что какой специалист возьмётся, у меня плюс аллергия, начинаются приступы и плюс сахарный гиперт начался. Юлия Светличная рассказывает, проведение личных приёмов граждан – одна из важных составляющих её рабочих поездок. «Если есть возможность поддержать человека в сложной жизненной ситуации, мы, безусловно, это делаем. На это есть ресурсы укрепления за счёт бюджетной децентрализации, которая сегодня является одной из самых эффективных реформ в государстве. Имеем финансовый ресурс, выделяем его на эту составляющую и от этого, безусловно, пытаемся помочь каждому обратившемуся к нам человеку». Во время посещения завода ФЭД Юлия Светличная ознакомилась с работой сборочно-испытательного и механического цехов, провела совещание с руководством и встречу с трудовым коллективом. Виктор Ивашкевич, Медиагруппа «Объектив». Губернатор Юлия Светличная также встретилась с коллективом Харьковского научно-технического центра «Энергосталь». Уникальное госпредприятие металлургической промышленности сегодня конкурирует с ведущими компаниями мира. «Выполняем все работы, начиная от разработки новых технических решений, проектирования, конструирования оборудования, изготовления оборудования, проведения авторского надзора за монтажом, шеф-монтажа оборудования, пусконаладочных работ». На встрече с главой региона обсудили вопросы налогообложения и льготного патентирования научных разработок, а также перспективы строительства в области завода по производству высококачественной металлургии. «В ближайшей перспективе у нас создание ряда объектов в регионе. Сегодня нужно объединить усилия харьковских ученых, проектировщиков, производственников по решению фундаментальных задач. Я думаю, лучше, чем администрация областная в том варианте, когда лидер берет на себя функции объединения, лучше не получится. Поэтому мы поддерживаем Юлию Александровну в этой работе». Как рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Сталинский, «Энергостали» удалось за последние годы диверсифицировать рынки. Работают с Египтом, Ираном, Сербией, Узбекистаном, Алжиром и другими странами. В этом году прогнозируют рост производства в два с половиной раза. «Есть загруженность предприятия, видим перспективы. И рада тому, что руководство предприятия поддерживает наше требование о повышении заработных плат. За полтора года заработная плата на этом предприятии увеличилась на 60%. В течение года оно увеличится еще на 35% и в среднем составит около 16 тысяч гривен». Заместителю гендиректора «Энергостали» по научно-технической работе Владимиру Батштейну глава области передала госнаграду. Почетное звание – заслуженный работник промышленности Украины. Также губернатор вручила коллективу предприятия благодарности от Минэкономики и почетных грамот и областной администрации. Виктория Вашкевич, Медиагруппа «Объектив». Вступительная кампания в Украине перешла в активную фазу. Накануне вузы начали принимать электронные заявления и документы абитуриентов. В Харьковской области поступающие могут выбрать одно из 35 учреждений. 23 университетов, 7 академий и 5 институтов. В этом году абитуриенты могут подать до 7 заявлений на места государственного и регионального заказа не больше, чем на 4 специальности. Для тех, кто поступает на основании только сертификатов в ИНО, прием заявлений и документов заканчивается в 6 часов вечера 26 июля. В вузы, где необходимо проходить собеседование, дедлайн – 20 число. Здравствуйте! Вы смотрите блог новостей экономики. Государство профинансирует строительство еще 115 садиков и школ, а предприятия Харьковской области заплатили более 100 миллионов гривен налогов на недвижимость. И подробнее об этом. Предприятия Харькова уплатили миллионы гривен налога на недвижимость. Местные бюджеты региона от юридических лиц за полгода поступило более 110 миллионов. Как сообщают в фискальной службе, сумма налога на недвижимое имущество по сравнению с январем-июнем прошлого года выросла более чем на 28 миллионов гривен. Налоговики напоминают, что плата на недвижимое имущество, отличная от земельного участка, является одной из составляющих налога на имущество. Согласно налоговому кодексу, налог на имущество относится к местным налогам. Поэтому ставки устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенной громады в размере не больше полутора процентов минимальной зарплаты на 1 января налогового года за квадратный метр. Кабмин одобрил финансирование еще 115 проектов строительства и реконструкции общеобразовательных школ и детских садов на полмиллиарда гривен из Государственного фонда регионального развития. Как сообщает Пресс-служба Минрегиона, предполагается внедрение принципов нового образовательного пространства. Это креативный мотивирующий дизайн, энергоэффективные мероприятия, использование современных технологий в обучении и создание возможностей для инклюзивного образования. Строительство по принципу нового образовательного пространства активно внедряют в более чем 100 школах в разных регионах страны. Этот принцип также начинают реализовывать в детских садах. Пчеловоды Украины обратились с петицией к Верховной Раде. Причиной беспокоенности отечественных пасечников – мор пчел во многих регионах страны. Напомню, на Волыне в Туровском районе погибли около 400 пчелиных семейств в результате опрыскивания полей ядохимикатами. Последней каплей стала массовая гибель пчел в Харьковской области. В обращении к депутатам сказано, что права пасечников не защищены на законодательном уровне. Кроме того, вместе с пчелами дохнут дикие насекомые опылители. Это, по мнению пчеловодов, приведет к недополучению урожая селянами и создаст негативные последствия для аграрно-ориентированной экономики Украины. Продолжаем блок новостей экономики. На очереди рубрика «Объективные цены». В обзоре стоимость фруктового творожка. При покупке вы сможете сэкономить почти 2 гривны. И в завершении курс валют от Нацбанка. Доллар 26 гривен 23 копейки, евро 30 58 и польский злотый 7 гривен 7 копеек. На этом у меня все. Наш выпуск продолжится через несколько секунд. А я желаю вам хороших выходных и до встречи. Независимые социологи консорциума «Выбор» исследовали электоральные предпочтения украинцев перед президентскими выборами. Узнавали мнение людей в Запорожской и Днепропетровской, а теперь и в Харьковской области. Мураев, Додкин, оба связаны с регионом на первых местах. Тимошенко на третьем месте, который удалось значительно поднять свой результат на востоке Украины. Причем по всем областям. Гриценко. Новая надежда для определенного сегмента электората украинского. Тоже неплохой результат показывает. Ну и Рабинович. В целом, если сравнивать президентские рейтинги в трех исследованных областях, то на первом месте окажется Юрий Бойко – 12,2%. На втором и третьем – Александр Вилкул – 11,7%. Из-за высокого результата в Днепропетровской области. И Юлия Тимошенко – 11,3%. Схожая ситуация с партийными рейтингами. Лидирует «Возрождение за жизнь» и «Оппозиционный блок». Также социологи выяснили отношения людей к работе первых лиц города и области. И рейтинг главы областной государственной администрации Юлия Светычина достаточно высокий. И рейтинг Геннадия Кернеса также долгие годы уже находится на одной практической позиции. Являются как бы теми локомотивами, которые могут любую политическую силу, собственно говоря, та сила политическая, которая стоит за этим руководителем, она имеет шанс на победу. Замеряли социологи и премьерский рейтинг политиков. По мнению харьковчан, эффективным главой правительства мог бы быть Евгений Мурай, Владимир Гройсман, Юлия Тимошенко и Александр Вилкул. Лидия Суворова, Александр Лагутин, Медиагруппа «Объектив». В Харьковском зоопарке в семье Носух появился детёныш. На всеобщее обозрение нового питомца выставили, когда ему исполнилось два месяца. Сейчас животное выхаживают люди. Зверёк появился на свет с весом 85 граммов. Сразу же после рождения родители самка Клава и самец-малыш от своего потомства отказались. Такое поведение для семейства не нового. Для Клавы это не первые роды, но по непонятным причинам появление детёныша не означает то, что у самки просыпаются материнские чувства. Поэтому, учитывая ситуацию, заботу о малыше, а это самец, взяли на себя сотрудники зоопарка. Малыш растёт здоровым, он шустрый, любознательный и очень общительный, рассказывают в зоопарке. Любимое лакомство маленькой носухи – молоко. Но когда ему предлагают полакомиться фруктами или рыбой, тоже не отказывается. А во время прогулок по зоосаду зверёк охотится на насекомых. Малыш проявляет просто-таки неугомонный характер. Он очень любит бегать, постоянно обследуя территорию своим подвижным носом. Любит лазать по деревьям и даже пытается прыгать с ветки на ветку. Сейчас в зоопарке проживают шесть взрослых особей носух. Это два самца и четыре самки. Своё название носухи получили из-за формы мордочек. Нос вместе с передней частью верхней губы образует подвижный хоботок. Родиной носух является Южная Америка. Ирина Сайко, медиагруппа «Объектив». Пятница, тринадцатая. Издавна люди считают, что этот день может принести много неудач. Не рекомендуется заключать сделки, ложиться в больницу, отправляться в путешествия и заключать браки. Но Олег и Ольга в эти суеверия не верят и считают, что свадьба в этот день к счастью. Мы абсолютно не суеверные люди. Для нас это как более счастливое число в нашей жизни. Оно везде фигурирует. И дни рождения, и даты. Пары выходят из дворца бракосочетания одна за одной. Мы это число выбрали по приколу. Я лично в приметы некоторые верю, но это число является также моим счастливым. Поэтому и выбрали пятница, тринадцатая. В приметы не верим. Если всё и будет плохо, то не из-за примет. Согласно поверьям, в пятницу 13-го на шабаш слетались 12 ведьм, собирались упыри и прочая нечисть. В разгар веселья, когда восходит полная луна, 13-м появлялся сатана. Некоторые теологи полагают, что именно в пятницу 13-го Ева вкусила запретный плод. Древние римляне называли 13 числом смерти. А вот харьковчанка Елена Чуб считает, каждый день нужно настраивать себя на хорошее, и тогда не будет никаких неудач. Ничего не пугает. Хороший день, замечательно, солнышко светит, тепло. Да, всегда 13-го везёт. И вообще любимое число. На экзаменах всегда все билеты были 13-й. Ничего страшного в этой дате не видит и астропсихолог Лариса Грейс. Достаточно поверить, принять что-то за какое-то событие, и ты его уже будешь бояться или не будешь бояться. С точки зрения психологии, с точки зрения эзотерики, пятница 13-го июля не несёт никакой психологической нагрузки и событийной тем более. В этом году пятница 13-я необычно только солнечным затмением, отмечает астропсихолог. Однако в этот раз увидеть его можно было только в Антарктиде и Астралии. Ежегодно происходит минимум два солнечных затмения, поэтому это нередкое явление. Данное затмение, этим интересно, что оно находится на оси рак-козерог. Это значит, что происходит смена приоритетов, смена жизненных установок. Особенно это касается лиц, которые родились с 11 по 15 июля. У них кардинально меняется жизненная платформа. Всё зависит от настроя, уверены Максим и Михаил. Парни работают на детской железной дороге. По их словам, в пятницу 13-го происходит всё самое лучшее. Если я настроен, что у меня хорошее настроение, значит у меня будет хорошее настроение. Если плохое, значит плохое. Я желаю всем делать то, что они хотят, не смотреть ни на что. Пятница 13-я. Анна Шевченко, Александр Адамчук и Дмитрий Герасимов. Медиагруппа «Объектив». Дмитрий Герасимов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Медиагрупп «Объектив». Корректор А.Кулакова Продолжение следует...